Всем привет! С вами я, Дионис Сафоничев, и мы в Святой Индии, во Вриндаване. И это место называют «Осью мира». Я хочу поделиться с вами мыслями о том, почему так важно приезжать в святые места и что же такое на самом деле святое место. Дело в том, что есть три фактора, которые определяют судьбу человека. Первый фактор – это карма, то есть это последствия его прошлых каких-то поступков, которые определяют его будущую судьбу. И второй фактор, который исходит из этого – это воспитание, то есть в соответствии с кармой человек рождается в той или иной семье, и это, как правило, уже невозможно изменить, то есть человек не может поменять место своего рождения. И это очень сильно влияет также на будущую судьбу, потому что те ценности, которые прививают родители, они определяют, собственно, образ жизни, образ мыслей, уровень образования и так далее и тому подобное. Но есть еще третий фактор, который является спасительным для нас – это фактор общения, то есть то окружение, которое есть у человека, та среда общения, в которой он находится, она также формирует его сознание, его ценности, его взгляд на жизнь и то, насколько он будет счастливым и успешным. И это единственный фактор, который реально можно изменить. То есть можно изменить свое общение, найти какое-то более возвышенное общение, тем самым возвысить свое сознание. Без правильного общения невозможно развитие в принципе. Это вам подтвердит любой человек. То есть для того, чтобы чего-то достичь, обязательно нужно найти какого-то учителя, который бы смог дать нам правильное знание, правильный взгляд на вещи в соответствии с той областью, которую мы хотим изучить. И особенно это важно для духовной жизни. Поэтому святое место – это не какие-то храмы или места с историческими какими-то богатыми событиями. Нет. В первую очередь святое место – это место, в котором находятся святые люди, которые полностью духовно реализованы, полностью посвятили себя Богу. И слушая таких личностей, можно возвысить свое сознание, изменить свой вкус к счастью и таким образом стать счастливым по-настоящему, то есть безусловно, вне зависимости от каких-то обстоятельств. Это и есть, по сути, духовная жизнь. И поэтому святое место невозможно увидеть просто глазами. Глазами мы можем видеть здесь просто обычный город индийский, какие-то храмы, маленькие улочки узенькие, какие-то необычные дружелюбные люди, которые здороваются с вами на улице. Но это все внешне Вриндаван. И чтобы понять саму глубину этого места, то есть именно сокровенную его сущность, очень важно научиться видеть ушами. Что значит видеть ушами? Это значит слушать о славе святого места от святых личностей, о тех личностях, которые принадлежат духовной традиции, подлинной духовной традиции, которые реализовали себя в духовной практике, олицетворяют собой пример святости и чистоты, которые олицетворяют собой качество святой личности. Поэтому очень важно приезжать в такие места. Приезжайте все во Вриндаван, здесь очень необычная атмосфера. И очень важно, конечно же, приезжать просто не самому по себе, а в каком-то настроении в том, чтобы общаться с людьми, реализованными в духовной жизни. Именно поэтому важно посещать такие места. Поэтому просто паломничество по святым рекам или по каким-то храмам, это очень хорошо и благоприятно, безусловно. И в ведических писаниях это тоже подчеркивается. Но самое ценное, что можно получить, это общение со святыми. И здесь во Вриндаване это доступно. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Скоро мы будем в России. И не забывайте, что у нас есть ведическая школа Нитиадхарма, где вы можете получить больше ответов на вопросы о том, что такое счастье, как быть успешным, как быть счастливым и так далее. И если какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в социальных сетях, подписывайтесь на канал. Мы будем очень рады. Чем больше друзей, тем больше счастливых моментов, тем больше возможности поделиться какими-то открытиями, откровениями, какими-то новыми знаниями. Так что до новых встреч. Всем спасибо. С вами был я, Геоний Сафоничев.